С полетом этого экипажа начнется новая история Международной космической станции. Накануне старта космонавты 20-й экспедиции на МКС посетили Роскосмос. Традиционная беседа за чашкой чая с главой агентства. Вашим полетом является вехой, раздалительной вехой между старым экипажем, корейстом экипажем, до трех человек и с экипажем шести человек. Про 20-й экипаж давно говорят. Это особенный, и не только потому, что с их полетом увеличится число жителей на орбите. Так, 56-летнему Роберту Тирску из Канады предстоит стать первым в своей стране астронавтом, кто проработает на орбите больше полугода. В сентябре Тирск примет первый японский грузовой корабль. В сентябре текущего года японский грузовик подлетит и зависит на расстоянии 10 метров от МКС. В отличие от корабля «Прогресс», автоматическая стыковка не подразумевается. Мы осуществим захват при помощи канадского манипулятора и пристыкуем корабль к станции. Самый опытный в экипаже бельгиец Франк Девин. За плечами полет на Российском Союзе. В прошлом военный летчик-вспытатель, полиглот, знает пять языков. На станции Франк возглавит экипаж и станет первым в истории МКС командиром от Европейского космического агентства. У нас есть очень хороший экипаж, мы очень хорошо подготовлены и тоже мы хорошие друзья, поэтому я думаю, что у нас все в порядке на борту. Как отметил глава Роскосмоса, и Тирск, и Девин не только опытные астронавты, но и отцы. У каждого по три ребенка. У российского космонавта Романа Романенко есть возможность догнать своих коллег. Ему только 37. Роман сын советского космонавта, дважды героя, Юрия Романенко. Это уже вторая космическая династия после Волковых. Летчиком встал и уже пролетало некоторое время, я понял, что все-таки надо еще попытаться стать космонавтом. И у меня друзья помогли, подсказали, говорят, давай сейчас набор идет, космонавт попробуй, здоровье есть, давай попробуй. Ну и получилось. Единственное, что пришло ждать очень долго, 11 лет. Вскоре на станции впервые будут жить и работать вместе граждане пяти стран мира. МКС станет в полном смысле слова международной.